всем привет продолжаем знакомиться с известными художниками с известными произведениями Кузьма Сергеевич Петров Водкин портрет Анны Андреевны Ахматовой 1922 год холст масла размер 54,5 на 43,5 снизу внизу КПВ 1922 поступил с юбилейной выставки художники РСФСР за 15 лет в 1933 году от автора Государственной Русской Музеи Вот такая статья к этой работе искусствоведа Александра Васильевича Губарева В многообразном наследии Петрова Водкина значительное место принадлежит портрету Утверждение духовного мира человека как высочайшей ценности составляет основное содержание произведений художника, созданных в этом жанре Видеть в конкретном индивидуальном проявлении всеобщего, эта особенность мировосприятия живописца придает его портретам остроту и своеобразие Создание портрета художник опирался на давние классические традиции В отличие от широко распространенных в русском искусстве начала 20 века портретов картин, композиции Петрова Водкина акцентируют исключительно лицо и взгляд человека Таков портреты матовые, как, как правило, художники, писавшие поэтессу, а это модельяне и Альтман Подчеркивали эффектность внешнего облика модели Петрова Водкина строг и сдержан своего решения Примечательно, что мастер писал портрет размер головы, в которой больше натуральной величины Объясняя это тем, что подобный масштаб помогает ему добиться обобщения Действительно, при всей тщательности моделировки формы портрет Ахматовой отличает несомненная внутренняя значимость и монументальность Поэтесса предстает как бы в момент творчества и вдохновения В каждом миллиметре богатейшей живописи угадывается пульс нервной, восприимчивой поэтической натуры Ахматовой Поражает умный и зоркий взгляд модели, ее внутренняя сила и в то же время женственность и хрупкость Необычайно выразительно в своей ясности и ценности рисунок портрета В стройный линейный ритм органично вплетаются легкие очертания символической фигуры, музы, вынимающие рождению поэзии Разработки сине-голубых тонов, фона и золотисто-охристых лица поражает колористическая изысканность и утонченность При этом цветовые отношения трактованы со всей определенностью и устойчивостью, свойственными монументальной форме Созданный Петровым Водкиным образ Ахматовой лишен камерной замкнутости и воспринимается как философская поэма о красоте и величии человеческого вдохновения Ну вот и все, сегодня мы познакомились с портретом Анны Андрины Ахматовой Написанной в 1922 году Кузьмой Сергеевичем Петровым Водки И статьей искусствоведа Александра Васильевича Губарева к этому портрету Все, всем пока, всем привет, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok